27 марта в Бакинском центре мультикультурализма начала работу международная конференция армянский террор против азербайджанского мультикультурализма. Она охватывает временной период с 1905 по 2018 год. Мероприятие проводится совместно с Азербайджанским университетом языков. «Сегодня здесь ученые-политологи из Ирана, России, Турции и Франции. Мы говорим об одной из самых чудовищных трагедий, учененных против азербайджанского народа, совершенной сто лет назад в марте 2018 года. Очень важно, что эксперты других стран дают этому взвежеству политическую и правовую оценку». На различных этапах истории армянские националисты в целях реализации мифической идеи Великой Армении осуществляли против азербайджанцев этнические чистки, депортации и геноциды. Сто лет назад, с марта на апрель, дошнако-большевистские вооруженные отряды, действовавшие под мандатом Бакинского совета, совершили массовые расправы над мирным населением. Десятки тысяч людей были убиты из-за их этнической и религиозной принадлежности. «Критическое осмысление нашего прошлого должно дать пищу размышлений для армянской стороны, для более конструктивной политики и для того, чтобы выйти из того положения, которое сложилось. Армения ведь самая бедная из всех кавказских республик, и она должна быть наибольше заинтересована в этом общерегиональном кавказском сотрудничестве». На мероприятии заведующей отделом международных отношений, мультикультурализма и вопросов религии администрации президента Этибар Наджафов отметил, что армянский терроризм исторически создавал серьезные проблемы не только для азербайджанцев, но и других соседних народов. Сегодня решение Нагорно-Карабахского вопроса – одна из основных проблем мирного сотрудничества стран Кавказского региона. «Настало время с вовлечением Соединенных Штатов, с вовлечением Генассамблеи ООН, с вовлечением Совета Безопасности ООН, других международных организаций для активного решения этого вопроса, с соблюдением территориальной целостности Азербайджана и предоставлением Карабаху законного статуса в рамках Азербайджана, того, которое предусматривает азербайджанская законодательность». «И политическое руководство России, и интеллектуальное сообщество выступает за то, чтобы конфликт все-таки был разрешен мирными средствами. Потому что мы прекрасно понимаем, что в России живут 3 миллиона азербайджанцев самого разного гражданства, 3 миллиона армян тоже самого разного гражданства. Это фактически 6 миллионов человек, это 4 процента населения. И наши власти, наши спецслужбы очень обеспокоены тем, что армяно-азербайджанский конфликт из Нагорного Карабаха переместится на территорию России». Конференция продолжилась панельными обсуждениями. На повестке дня стояли такие вопросы, как сотрудничество дипломатических делегаций северного и южного Кавказа, правовая квалификация геноцида, армянский террор против этнических групп Азербайджана и материальной духовной культуры Карабаха.